Попалась на глаза игрушка Hard West Заинтересовала своим устройством, так сказать Походовая стратегия, наподобие вроде как XCOM Правда, в сеттинге Дикого Запада Не очень я фанат этого окружения, но если игра будет интересна, главное это процесс Решил просто посмотреть без всяких тонких настроек и так далее Просто взглянуть как она устроена Так, дополнительные параметры, боевые ранения, железный человек Когда убивает критически важного персонажа, ему приходится начинать сценарий заново Так, при сильных ранениях характеристики вашего персонажа страдают, но затем он становится сильнее Боевые ранения, непонятно пока Испытание, но не чрезмерно сложное Так, дополнительные параметры, железный человек Начнем Старый Запад был суровым местом Че здесь только зимы вызовели? Все было вызовели оружие Зачастую к смертям приводил алкоголь вместе с рассветной алчностью и завистью и похоти Посреди равнин одиноко стали топорные лачуги, отрезанные с остального мира Каждый занимался своим делом Живя обособленно, люди становились несведущими и суеверными Поговорили, что сам дьявол ходит по земле Что потерянные души являются живыми и овладевают ими давателя безума В этом жестоком и опасном крови никому не жилось легко И в вашей семье тоже В шесть лет вы отправились в путь по Орегонской тропе с матерью и отцом Еды почти не было Ваш отец, хоть он и был отличным охотником, мягким стрелком не мог раздобыть никакой еды Словно злая сила распугала всех зверей на пути Он нашел деревушку и решил обменять снаряжение на еду Но там уже все разграбили бандиты Ну то есть привязка прямо к натуральным событиям Они захватили вас и собирались продать В рабстве вместе с отцом, но он смел вырваться Велел вам спрятаться и отправился спасать вашу мать Они отняли вас мать, мог ли отец спасти ее? Вы хотите пройти обучение? Оно недолгое, честно и полезное Давайте Походовая игра, ваш ход первый Так, в этом задании ваш отец должен спасти вашу мать похищенными злодеями Так, карта вроде бы не вертится То есть только вверх колесиком выше, ниже видимо по этажам Кнопки я не видел, чтобы можно было значить кнопки Вращение камеры Передвигаться можно только в пределах указанного радиуса, это понятно Правой кнопкой мы передвигаемся Укрытие обозначается значками в виде щита Старайтесь всегда находиться в укрытии При замесах укрытие бывает частично и полное Полное укрытие защищает лучше всего Ну, на XCOM похоже Ага, первый негодяй Вы обнаружили врага, все персонажи помечены красными щитами вашей враги Этот враг находится вне укрытия, так что ваш выстрел будет очень удивлен Так, выстрел Выстрел в цель из избранного оружия, шанс попадания 70 урон 4 Так, и чем стрелять? А, вот подтвердить елки-палки Ай А-я-я, и все, крякнул На большинство действий расходятся очки действия Каждый персонаж начинает бой с двумя очками действия Стрельба, как правило, расходует все оставшиеся у персонажа очки действия Когда у всех ваших персонажей расходуются все очки действия Начинается ход врага Ну, в принципе, стандартный вариант 2 очка действия, я так понял двинуться и выстрелить то есть то, что был нарисован круг в области то есть мы по ней можем перемещаться куда угодно и потом у нас останется еще ход на выстрел, не так как у некоторых игр допустим есть 7 очков действия и на них можно пройти 7 клеток и уже потом ничего нельзя сделать или пройти там 2 клетки и выстрелить на оставшиеся 5 очков действия у каждого персонажа есть определенный запас удачи, высокий уровень удачи защищает от вражеских выстрелов, но с каждым промахом врага ее запас снижается так, мы в этого года попадем? нет если враг находится в укрытии лучше зайти с незакрытого фланга незакрытый фланг здесь перебегаем да, мы перебежали мы можем выстрелить трезь ну, кстати, повернулась камера не забывайте регулярно перезарядить оружие многие виды оружия могут сделать без перезарядки не больше пары выстрелов перезарядили обнаружение по тени при свете дня врагов можно замечать по их теням можно даже стрелять, ориентируясь на тени если линия огня ничто не переграждает некоторые заграждения, вроде ткани или листвы простреливаются насквозь это уже интересно вон он стоит с оружием и он, кстати, стоит за палаткой можно попробовать выстрелить вот так отъехал ход врага промахнулся второй раз так, в принципе, мы сидим хорошо сюда мы не можем ближайшие и сюда вот сюда можем не, не можем это, наверное, наш радиус видимости а яркое это радиус где мы можем передвинуться как это сменить оружие мне вот научиться в камеру идти у вас закончилась удача если у вас прицелится то они примерно попадут найдите укрытие получше нет, я могу сюда набежать но, видимо, не сразу за дерево так, почему я не могу никуда двинуться вот это же совсем рядом так, усиление улучшений то есть тут понятно можно персонажа еще улучшать не могу уйти я могу только сюда, куда указано перебежать а, вот как получил из клеща фонтаном кровь красная полоска показывает запас очков здоровья когда у вас попадает у вас частично восстанавливается запас удачи так, быстрая стрельба так, быстрая стрельба а просто выстрелить не получится шанс 29 ну давай трешечку он закатил обучение закончено теперь вы сами по себе ну, я букокнул ну, я букокнул все, да, начала крутиться камера это облегчение колесиком через этажи переключим очень быстро поворачивается а, не быстро но все каждое нажатие на 45 градусов так, за стойку куда-нибудь ее нигде не было он убил сундук что в нем в обычном деревянном сундуке лежала голова голова вашей матери затем ваш отец нашел одного из стрелков который был почти мертвый когда живой стрелок вырабатывал о каком-то богомирственном обижательстве о том, что ему обещал сам дьявол и о награде которая будет ждать его голова если бы ваша добыча золота приносила свои плоды вы могли бы снова вернуться на Регонскую тропу следующая миссия, что ли? вы с отцом были живы но остались 70 припасов теперь до Регона было никак не добраться уже тетей решил остаться обосноваться прямо здесь прошло много лет вы выросли и возмужали что здесь золото кто бы мог подумать что здесь обнаружится золото и как раз когда вам понадобились деньги на путешествие пора быстро набить карман и убираться из города пока туда не вились бандиты и безумцы а они яйца обязательно все добыча золота контролировал человек в маске его подопечные продавали вам лицензию на 9 работ открыт доступ к месту жопу урода так соседский дом добывайте золото пока оно не закончится действие лицензии так я так понял это где мы жил урода все говорили что в жёлобе есть золотые россыпи но большая их часть спрятана под скальные породы вы намыли золото из россыпи это стоило вам 15 долларов вы продали золото из глубины это стоило вам 40 а вы подняли вы добыли золото из скальной породы это стоило вам 100 вы решили использовать нестандартный метод для добычи а во как тут можно выбрать нестандартный метод эффективный но дороги сначала вам надо было купить или арендовать необходимые инструменты назад из глубины это долго и неизвестно как там ладно мы на троечку а этого недоступно у нас денег потому что нету значит только один что на земле лежал это и подобрали вы добыли золото из роспи промыв камни песок в металлическом лутке ну как и все тогда делали не успел прочитать сколько получил так вот теперь она полученная первоначальной от добычи потратил 40 долларов и получил 42 доход составил 2 доллара продолжить и когда закончилась первая миссия у меня вгорело в правом нижнем углу вы получили 3 карты видимо по окончании какого-то события какие-то случайным образом карты будут ну можно будет выиграть какие-то апгрейды наверное потому что игра сделана это компьютерная реализация настольной игры где это практикуется то есть даются в награду карты потом за эти карты можно выиграть какие-то еще улучшения или проиграть жилоб урода нестандартные методы эффективные а назад и уйти то есть я заработал 2 бакса все-таки у меня нет чтобы добыть золото иначе мы просто уходим с соседский дом это что можно не могу понять в других местах где-то можно добывать что-то в любое место можно ткнуть и конкретно только в жёлобе урода видимо только здесь еще на карте соседский дом карта вот так вот ограничено по размеру ну вот золото явно же лежит золото так то есть по карте мутации смысла нет идем к соседям почему оба означаемся черепом пуйвола непонятно судя по всему соседская ферма была заселена вы нанесли туда визит ваши соседи оказались славными людьми вы обменялись ценными любезностями и традиционными обещаниями помогать друг другу но главное вы увидели там флоренс их красивую добросердечную дочь вы обменялись с ней лишь несколькими взглядами но сразу поняли что влюблены молодежь открыт доступ к месту ствол форда сырая шахта лагерь старатель заваленная шахта соседи сами не интересовались добычей золота но подсказали вам пару интересных в этом отношении мест того дня как вы посвящали флоренс я восьмом струкали это было не просто страсть она видела в вас только лучшее пробуждала у вас чувства так жилопорода мы уже обследовали посмотрим что штольни форда ствол был тщательно раскопан на глубину скальной породы но только и всего намоем золото из россыпи потратили 15 получили 31 продолжить второй раз а то есть получается мы как бы с одной точки можем только три раза добывать то есть вот мы сейчас намыли и все больше там нет в принципе этот доход ну с одной стороны логично стандартные методы добычи я у меня хватит денег на инструменты нет не хватит ну попробуем еще раз из глубины потому что шахта уже промыта была да мы получили 82 доллара уже есть доход о можно попробовать добыть золото из скальной породы на все деньги эх потратили 100 получили 106 как и следовало ждать слухи о золоте разошлись по округе несколько ближайших ферм поселений сразу разгромили отец беспокоился что вы не справитесь со своими силами он решил что вам с ним нужна защита вы не были согласны с отцом но все же приняли его решение в последний раз то есть мексиканский город в Мексику добывайте золото попросите защиты у главаря преступников ага ну в принципе да шахта шахта выглядела так будто ее скальные глубины еще не разработаны вероятно там было золото ну попробуем поднять из глубины получили 42 на моем то что есть бедная шахта так ну что рискнуть рискнем получили 206 да 100 долларов потратили 206 получили доход получили ну и заваленная шахта вы были не слышны об этом месте богатая залежами шахта через свод рухнул несколько лет назад на группу шахтеров похоронив их зажило жены и дети погибших до сих пор украшают вход цветами вы решили что сможете протиснуться туда и может быть забрать часть найденного золота как бы ни был сомнительным ваш замысел но все же протиснуться в шахту или уйти а че нам остается мы или с голоду умрем или у нас получится добравшись до первого расширения вы обнаружили скелет с ногами зажатыми под камнем вам стало интересно от чего же умер этот шахтер от жажды или от потери крови рубашка погибшего была хоть и запачкана она все еще цела и прошита очень качественно вы решили зайти глубже вы решили что дальше углубляться не стоит нет мы идем дальше следующая пещера была тесная воздух не был заткнут вы нашли там золото но лишь немного вы получили предмет прочные ботинки и деньги 43 золота продолжили путь размышляя долго ли вам осталось до дна опасно я бы честно говоря вернулся медленно протискиваясь обратно к солнечному свету вы услышали как отсюда вокруг раздается низкий гул вы поспешили как только могли ваши руки задрожали по лицу а с городом покатились капли пота то есть вот типичная настольная игра прям на воображение играет это все когда себе представляешь потому что одно дело нарисовать это все и люди увидят как бы одну картинку одну увидят люди все одну и ту же картинку а когда человек читает он каждый себе представляет по-своему и у каждого получается именно такая неприятная ситуация которая неприятна именно для него и красивая как бы и очень эмоциональная именно для него поэтому текстовые игры все таки сильные очень и интересно у них играть если едва вы вышли из шахты зазмурившись на солнечный свет как вся она рухнула вас за спиной мы молодцы мы вовремя ушли у нас есть чуть-чуть денег так лагерь старателей не знаю нужен ли он нам торговая застава мы на доставу пойдем фактория хозяин факторий был рад поторговать с вами вы приступили в торговле у него табак травы прочные ботинки и двойной дробовик ну видимо имеется ввиду двух ствол окна у нас окровавленная рубашка и прочные ботинки ботинки нам самим почти новый только немного испачканная кровь защищает от коричащих ран а ну тут нужно а у нас и оружие то нету и деньги есть 69 рубашку мы пока поносим купим дробовик сушеные целебные травы по 15 на 4 возьмем сколько получилось сотка и нас останется еще 159 нормально так двуствол калибр десятка вдвое популярные простого дробовика обстрел сектора прицел прицели в 5 урон 5 подозрительность 5 урон против частей частичного укрытия 2 урон против полного укрытия 1 вот оно как рассчитывается так то есть в принципе это не то что я думал это никакой не xcom это типичная реализация настольной игры где ведущего то вытаскивает карточки и вот в принципе вот двустволка видно сразу то есть человек стоит за укрытием уже урон 2 дает если удача выпадет что ты попал в человека то здесь немножко не такая система как постоянно случайно генератор чисел в играх тактических патинки у нас есть табак нам не нужен так как где подтвердить так а я даю подтвердить торговля вот как блин а у нас есть еще револьвер кроме дробовика это прекрасно так а дустволка у кого из двоих папаши с револьвером они так ладно потом разберемся все закрываем так а у папаши прочные ботинки вообще прочные ботинки они на что влияют ботинки из толстой кожи сделаны талантливым башмачником плюс 4 к передвижению купим мы ботинки и отцу тоже табак одно из многих сокровищ нового света известен тем что успокаивает тело и разум улучшает прицеливание а типа в замесе покурил твой нет мы не будем так вот это наш дом видимо лук а добывайте золото пока не закончится действие лицензия в принципе то мы уже все нужно попробовать из желоба урода на сутку у нас по моему хватит но чуть-чуть выиграли да потратили 100 получили 131 вы добыли золото из глубоких залежей вырыв неглубокий карьер залежи выработаны полностью желоб урода ну все теперь говорю преступников мексиканец сказал что поможет вам если вы будете делиться с ним деньгами от добычи золота он дал вам оружие пустые пожелания удачи и обещание прислать на помощь вакера так в отряд вступил персонал чич маринка стала доступна у торговца судьбой магазинная винтовка получены предметы моряцкий кольт магазинная винтовка открыт доступ к месту дом перекресток так это наш дом почему-то нарисованы мушкиты защищайте свой дом там что-то случилось дом вашей семьи бандиты пришли продал час расплаты мы заняли оборону а вот они карты где карты способностей этот персонаж играет важную роль в последующих событиях следите чтобы он не умер как снаряжать так учите своя винтовка западная выглядит шикарно у нас револьвер а вот так просто перетаскивая ботинки сушобные целебные травы нам тоже трава то есть все решается перетаскивание в обычном так ботинки не доехали рубашка ага то есть или ботинки или рубашка что ли нормальный выбор нормальный выбор так магазинная винтовка магазинную я отцом ну да он все таки стреляет наверно получше так мариатский кольт возьму сбоку так чичу ну ботинки одни травы так себе получается две травы отцу одну и этому одну так открыть окно карт способность рикошет активная требует 20 единиц удачи стреляйте так чтобы пуля рикошетила от одного или нескольких объектов то есть вот она карта можно стрельнуть в ведро и убить человека а ему можно сюда поставить так туз пик способность молитва активная требует 25 единиц удачи дает случайные мощные бонусы бонус удачи плюс 10 ему пригодится так чич марин у нас будет или я буду стрелком но удачи а что у него там кстати непонятно вот это что такое комбинации нет собирайте карты в покер она и комбинации чтобы получать дополнительные бонусы как так десятка пика это туз пик а потом интересно можно будет переиграть да чич ты человек новый поэтому ты без бонусов подробности отец был разумным законопослушным человеком лучшим образцом для подражания какой только может пожелать ребенок он не терпел не терял надежды как бы не испытывал его беспощадный запад ну все так он важный персонаж мы важный персонаж чич чич в расход начинаем бой речо собственно ну хотя нет сама игра вот то что сейчас происходило тоже довольно интересно вы были хорошо вооружены и готовы защищать дом от злодеев надеюсь злодей и лошпеды если чич марину бьет это будет стоить вам 200 баксов защищайте свой дом битва враги подняты по тревоге так чич стоит на улице и я вот он в любой момент могу переключаться кому куда ходить это очень большой бонус так вот здесь частичное укрытие за окном тоже частично за частичном укрытие карты нету откуда придут враги я не знаю карта небольшая но вокруг дома достаточно мест так чич единственный который стоит на улице это нехорошо мы поставим в угол будет наблюдателем так отец наблюдает если поставим сюда у него обзора не будет так а пропустить ход так молитва сушеное целебные травы так понятно конец хода бэкспейс повернуть камеру настройки так блин а я не сходил так прекрасно это видимо уровень врага еще где-то топает бэдим наш кроме этого идет с ружьем восьмерных промах слышу топает вот он 4 топает так вот они справа горят враг на линии огня 71 блин промах я не вижу никого но я сейчас если встану сюда так если встану вот сюда то увижу вот этого харька и получу от него потом все-таки хотелось бы поплавнее камеру не секторального так здесь двое если я сюда встану перед окном мне двое глупят здесь один так что остановимся сюда и я вижу четверых это значит у меня четверо видят так а если они видят четверо так оно восьмой шанс 54 пятьдесят пять шестьдесят девять шестьдесят девять тоже шестьдесят девять так минус один так чич направление атаки известно так так давай сюда тоже видит троих так восьмому сколько пятьдесят четыре пятьдесят пять сюда пятьдесят четыре сюда двадцать четыре ага там четверо так давай этому отгружай надо его так не понял вот так минус шесть паша пролетела смотри-ка не окружать они блин активные такие так пролемахнулся это хорошо ох ты это мне улетело расклад такой вот этому пятьдесят девять этому сотка и у него три здоровья валим его а не валим но тоже хорошо так которому трюльник отъехал так чич надо валить с двушкой которой у него ружье тридцать семь шанс у этого сорок тоже промахнулся вот это вариант он просто забежал внутрь и папа сейчас отъедет блин их четверо я просто не успею их расстрелять потому что выстрел даже если с места не ходишь если выстрел все это конец хода так так молитва забудь что дают целебные травы вот этому 79 лупаш так до свидос один лежит один лежит здесь второй здесь все там больше никого нет могу ли я сюда перейти и потом выстрелить отлично я вижу так этот пока далеко я вижу даже вот этого через стену видимо а вот этого так 47 54 69 надо валить а то и что смельчак так 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 еще один забежал и выстрелить сейчас опять папаша влетела готов так теперь я лоло атакер сюда я его не вижу который вот этот стоит так чич марин у нас перезаряжается я рикошетом а а вот здесь наверно горела а нет ну я не понял может рикошет горел а этот смотрит ну от ведра она точно нет рикошетит у него так папа не как дела я я забыл что молитва дает вот ну ладно тогда пропускаем ход я им ходить не могу лечиться нечего ну ладно а молочку а молочку в действие ну все тогда смотрим а блин опять сейчас папаша влетит он даже и и и и почему я его от окна не видел это вопрос но в принципе бои примитивные но что-то что-то в этом есть и как понял тут есть какая-то история потому что вот компания я же нажал там этот и сохранилась сохраниться нельзя было то есть это все что я сейчас играл придется переигрывать что ли шикарно но по крайней мере посмотрел я даже забыл что мнение как бы не особо фанат этого обстановки вот этой дикого запада вообще тема не близко как бы и никакого никаких особых чувств не не испытывал но смесь настольной игры вот такой вот боевки она примитивная но она понятная и в принципе очень хорошего сбалансирован момент именно тактического боя и он не очень сложный то есть он интересный не очень сложный так что видимо буду присматриваться может еще разок сыграю с уровнем разберусь что там на что влияет вот эти всякие железные человеки и так далее но в принципе по моему игра годная не знаю как она в продолжении то есть как насколько интересна компания история и так далее но то что сейчас увидел очень и очень достойная игра игра замена компания друзей с настольной игрой хороша так что их интересно смотрите покупайте сейчас не более там она стоит 350 рублей можно найти и скидка на нее долгими зимними вечерами пойдет ну а фанатам естественно дикого запада понравится потому что оружие как понял все натуральное а что так вот потому что и Продолжение следует...